Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое. Многое дала бы для того, чтобы обречить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не беспокойтесь, наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу. Эти глубокие философские строки принадлежат не умудренной жизненным опытом женщине, а юной девушке. В первые же дни Первой мировой войны Римма Иванова отправилась в числе добровольцев на фронт, где под шквалом артиллерийского огня оказывала помощь раненым бойцам. В один из обстрелов противника, когда солдаты поддались панике и начали отступать, храбрая 21-летняя девушка повела их назад, в атаку. За этот поступок она заплатила своей жизнью. Ежегодно накануне Дня международного женского дня, весеннего праздника, мы собираемся в разных местах, в том числе и в русском доме в Бресте, чтобы подчестить женщин, чтобы поздравить их с этим замечательным праздником. Но порой мы забываем о тех героических женщинах, которые пытались сохранить этот мир, пытались сохранить и защитить свое отечество, свой народ, свою семью, свой город, свою деревню. И мы захотели вспомнить эти имена, поговорить об этих женщинах в неком историческом таком вот ракурсе. Фотографии женщин, кадры военной хроники, пронзительные выступления участников и особая атмосфера, царящая в зале. Так, с чувством глубокого уважения к светлой памяти героических женщин, проходил круглый стол под названием «Вклад женщин в развитие мира и защиту Отечества» в Российском центре науки и культуры. Каждая из невыдуманных историй звучала пронзительно и поражала до глубины души всех, кто собрался в зале. Я рассказывала сегодня о великой княгине Елизавете Федоровне. Она была принцессой, но во имя Отечества она сняла с себя княжеский титул, облачилась в монашеское одеяние и пошла работать простой сестрой милосердия на войне. Ее личность меня настолько потрясла, что я посвятила ей сказку, потому что как педагог я уже в течение всей своей педагогической деятельности создаю философские сказки для детей в стихах. В гнойном отделении сестрою она трудилась, титулы забыв, и не роптала над своей судьбою обитель милосердия, открыв. Все потому, что в сердце неизбывно, в Иисусовой молитве сохраняясь, любовь сияла светом, не картином, не переставая, умножаясь. Женщин часто называют слабыми, но именно такие хрупкие, нежные существа, как женщины, способны на великие подвиги. А милосердие, великодушие и самопожертвование во имя других – это вечные ценности, которые актуальны во все времена. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктово».